Переправиться через реку и пройти несколько километров через лес. Для настоящей дружбы нет никаких преград. Они ходили друг к другу в гости, устраивали спортивные соревнования. А сам путь из Тенгинской в Уляп и обратно для молодых мальчишек тогда был целым приключением. Тогда все умели плавать. Что они плавали, что мы плавали. Вот они приходят, кричат, ай-яй-яй, давай, переплывают туда к нам на этот берег. Мы здесь играем с ними в волейбол, футбол. Форму в руках держали вот так вот и плыли. Ну а как? По-другому никак же не получало. В копилке местных жителей, кажется, сотни историй. Это сегодня они уже на заслуженной пенсии. А тогда, лет 50 назад, вместе с ребятами из соседнего аула боролись за внимание девушек и вместе отмечали праздники. Но с наступлением холодов встречи становились все реже. Река замерзала. Мост здесь когда-то был, но еще во время войны его разбомбили. Чтобы перебраться на тот берег, местные тогда сами соорудили переправу. Был натянут трос. Там закреплен на той стороне конец и на этой второй конец. Значит, на нем лодка такая военная или самодельная, ну, большая. Небецкие трофейные лодки. Трофейная лодка после войны. И, короче говоря, был паромчик там. Даже не было трассы там на Услабинск. Вся связь шла через Тенинск. Они приезжали к нам оттуда, на пароме переправлялись и ждали автобус. Садились на автобус, сыры, масло, молоко, там шкуры, все, что было, все они везли на Услабинск через нашу станицу. Много лет, чтобы добраться из станицы в аул, приходилось ехать в объезд около 45 километров. Чтобы сократить путь власти Краснодарского края и Адыгея, решили возвести мост через Лобу и построить новую дорогу. О проделанной работе сегодня отчитали с главе Кубани Внемину Кондратьеву. Фактически работы должны были завершиться в 2017 году, 21 декабря. Завершили на 4 месяца раньше, то есть засрочно сдали объект. Что будет через 3 года с этой дорогой? Посмотрим. 5 лет до этого. Подрядчик несет ответственность, гарантия. Это общий принцип, который мы сегодня в крае заложили. Люди скажут, потому что мы сегодня дали им возможность кратчайшим способом добираться и друг до друга, и в целом в Адыгея и в Краснодарский край. Новая дорога позволит также открыть кратчайший выход на трассу Темрюк-Кропоткин из населенных пунктов Адыгеи. Сокращается и расстояние между юго-восточными районами Кубани. Но в первую очередь эта автомагистраль даст новый импульс для развития двух братских народов, уверены главы регионов. Символично и то, что торжественное открытие в день юбилея Краснодарского края. Сегодня 80 лет Краснодарскому краю. Но это не только праздник для жителей края. Это наш общий праздник. Ведь когда-то Краснодарский край был нашим одним большим домом. А сегодня у нас большие, дружеские, братские отношения. Аул Уляпи, Тенгинская, им уже не одна сотня лет. И сообщение было. До войны даже второй мировой был мост. Люди ездили друг к другу. И сегодня будут по этой уже теперь современной дороге жители Аула и все Адыгеи, и жители Станицы, и всего края ездить друг к другу. Значит будет жизнь между нашими народами. Тут всегда люди ходили друг к другу в гости. Я знаю семьи в Ауле Уляп, которые считают, что их родственники живут в Тенгинской. Значит и они по родственному относятся к семям со Станиц. Поэтому безусловно это очень важное событие. Эта дружба корнями уходит далеко в историю. Спустя не один десяток лет жители Тенгинской и Уляпа до сих пор общаются с семьями. Здесь как будто все друг друга знают. Да и не мудрено, ведь население в Станице чуть больше двух с половиной тысяч человек. А в Адыгейском ауле и того меньше всего около полутора. Конечно интересное для нас это общение. Перевозки это хозяйственникам более нравится, а нам уже ветеранам. Это встречи, это возможность работать с молодежью, встречаться, молодежи рассказывать, приводить. Ну здесь жизнь связана не одного поколения и поэтому есть что вспомнить, о чем рассказать. Уже сразу после официальной церемонии мост открыли для транспорта. Почетное право первыми опробовать дорожное полотно дали спецтехники, которая помогала в большом строительстве. Этот мост для жителей Тенгинской и Уляпа как самый настоящий символ их дружбы, для которой теперь не страшны ни капризы погоды, ни расстояния. Два народа соединила вот эта дорога всего в 11 километров. Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Москаленко, Кубань-24, Уст-Лобинский район.